Всем привет любители колес! У нас сегодня очередная новинка из Китая это Chery Tiggo 8 Машина нам предоставил автосалон Chery, который находится на Комсомольском шоссе Огромное вам спасибо! И давайте начнем разбирать этого просто огромного монстра В набор этого великана входят такие опции, как LED фары спереди, LED фары сзади Огромное количество хрома, камера на 360 градусов Вы теперь не будете переживать, что заденете какой-нибудь столбик в вашем маленьком дворике То есть эта машина в городе себя чувствует как рыба в воде И что самое интересное, когда ты смотришь на него сбоку Ты реально видишь здесь красивый, внушительный автомобиль Вас, наверное, многих интересует, что же толкает такой огромный автомобиль вперед Я вам сейчас это покажу Машина, кстати, весит 1 тонну 630 килограмм Это не маленький вес, он такой внушительный Открываем капот и видим здесь 2-литровый, 4-цилиндровый D4-T20 Это турбомотор на 170 лошадиных сил и 250 крутящего момента Я вам скажу, что этот двигатель справляется с этой массой Вообще просто с этой громадной машиной на ура Самое, что интересно, когда ты нажимаешь педаль акселератора до самого конца С места он сразу же срывается в бокс В паре с этим двигателем идет вариатор CVT-9 Я вам скажу, что этот вариатор работает и ведет себя предсказуемо На нем нет никаких явных, скажем так, минусов Мы пытались на этой машине буксовать Он справляется с этим Стартовали с места Давили на тапку в пол Разгоняли его до 160 км в час Он себя ведет великолепно Но я не заметил никаких минусов Вот машина новая Я не заметил никаких минусов И еще машина на обкатке Минусов нет, ребят Я думаю, когда эта машина обкатается, он еще быстрее будет Заявлено, что он едет до 100 км в час за 10 секунд Я думаю, этот результат действительно правдивый Потому что если взять каких-нибудь других производителей Там всегда нас пытаются обмануть Но китайцы, китайцы сейчас стали откровенные Они реально говорят, что эта машина проедет 150 км 150 тысяч км И будет 5 лет радовать вас И я еще ни разу не слышал, чтобы они где-то как-то провалились То есть они отвечают за свои слова Так, если вот посмотреть под капот Единственный недостаток, который я здесь смогу отметить Это, наверное, то, что вот здесь нет уплотнительных резиночек Здесь дырки есть, и, видимо, сюда можно будет прилепить Потому что со временем, скорее всего, просто его закидает грязью Это вот единственный минус, который, наверное, можно отметить Что касается подвески У нас здесь спереди Макфорсен Машина, кстати, идет только с передним приводом Да, в Китае есть эти машины с полным приводом Но нас в России почему-то обделили И так что мы довольствуемся пока только передним приводом Итак, спереди Макфорсен Сзади многорычажная подвеска Это понятное дело, потому что полный привод сюда как бы должен комплектоваться Но не у нас Что касается тормозов Спереди дисковые вентилируемые Сзади просто дисковые По тормозам Разгоняли машину до 100 км в час Резко нажимал на тормоз Все системы срабатывают Он оттормаживается прям ровно по траектории То есть я не заметил каких-то провалов И его никуда не уводило То есть по мне это в принципе неплохо Тормозной путь К сожалению не замерял Но он не огромный По рулевому управлению Здесь у нас стоит электроусилитель руля Он справляется с этой махиной Машина рулится хорошо Да, из-за того, что у него большие размеры У него длинная база Есть такая легкая валкость Но она присуща всем внедорожникам Рамным внедорожникам А здесь у нас это есть вот на таком паркетнике Ну я бы сказал так Что с передним приводом Эта машина как бы не является прям полноценным паркетником Это скорее всего просто огромный универсал С клиренсом в 190 миллиметров Загонять куда эту машину В какие-нибудь Я не знаю Сугробы мы не стали Потому что на передний привод Мы просто там сядем и останемся Но тем не менее Я уже вам показывал в предыдущем тесте С Cherry Tiga 4 Что передний привод Он в хороших руках Скажем так С человеком За рулем У которого есть опыт Вы можете где-нибудь пробираться И у вас не будет никаких загвоздок Короче ладно Я не удержался Сейчас я сажусь за руль этой машины И едем по всяким снегам кататься По горочкам Ну блин Люблю я в общем проверять машины В нестандартных ситуациях Деревики В нестандартных ситуациях Загадается В снова братан извини ну ну извини меня ну реально хотел посмотреть что будет вообще как он поедет но он переднеприводный извини еще раз ну ну реально извини ребят не надо загонять эту машину куда нибудь в дебри потому что действительно эта машина все-таки для дальних поездок и для города по большей степени не рискуйте не надо бегать лишний раз за трактором давайте перейдем к основным плюсом этого автомобиля открываем заднюю дверь у нас есть электропривод у нас есть даже газовые стойки на капоте для многих это очень важно как будто туда постоянно все лазят ну давайте вернемся к нашим гигантским скажем так объемом если мы разложим все три ряда сидения у нас их здесь три ребят это семиместная версия и вообще на россию они идут фактически все семиместные то мы будем довольствоваться одной тысяча девятьсот тридцать литров у нас почти две тысячи литров в этом автомобиле будет если мы все это сложим что нам это сразу дает если вы любитель путешествий путешествие катаетесь постоянно куда-то далеко можете разложить все это дело и у вас будет полноценная двухспальная кровать если мы раскладываем точнее складываем заднее сидение у нас получается 890 литров багажнике если мы уже складываем поднимаем вот этот последний третий ряд сидений то у нас здесь будет 200 литров ну да я тут скажу что багажник не такой большой вы сюда можете поставить ну максимум две сумочки либо два пакета когда будете выходить из магазина но тем не менее третьим рядом сиденьем я не думаю что многие будут в нашем вообще в нашем регионе а вообще в россии пользоваться и у вас будет постоянно 890 литров много-много давайте еще скажу один объем здесь бак на 51 литр по расходу если уж мы коснулись топлива машина пока на обкатке и у нас показывает расход где-то в районе 12 с половиной литров когда машина обкатается мне кажется этот расход немножко уменьшится уменьшится и где-то будет в районе 11 литров я бы не сказал что это большой расход тем более для такого огромного бегемота ну и коли мы стоим сзади то блин вы посмотрите посмотрите какой у него прекрасный вид китайцы они они сделали просто что-то невозможное делать когда первый раз его увидел я сначала не понял что это черри вообще мне показалось что это что-то типа audi или porsche но это ребят это черри китайцы делают невозможные вещи скоро они точно переплюнут до конца корейцев они уже наступают на пятки японцам и они уже приблизились да ребята они уже приблизились к немцам кто бы что не говорил мне кажется китайцы они реально такие машины будут делать что все автопроизводители немного просто уже наверное просто завоют вы наверное многие скажете что ты опять нахваливаешь машину но я для себя не заметил пока каких-то существенных минусов прям реально не заметил да и машина вообще новая она вот только-только появилась эта новинка и мне кажется в процессе эксплуатации если что-то и будет косячное это все вылезет и мы в дальнейшем узнаем какие у него будут поломки но мне кажется китайцы они отвечают за качество этих машин и чего-то там сверх не знаю сверх такого критичного мы не увидим и не услышим вообще в нижний новгород пригнали всего два автомобиля вот этот и еще который стоит у нас сейчас в автосалоне я могу сказать так что тот автомобиль уже купили то есть прошло всего лишь не там два-три дня как только они у нас появились и все их уже этот уже хотят забирать тот уже забрали это тоже хотят выкупить но он нас тест-драйва так что купить его к сожалению не получится будем ждать когда приедут другие автомобили когда уже начнется такой полноценный завоз ну и давайте затронем самую главную тему который всех будоражит сколько стоит эта машина стоит она 1 миллион 700 тысяч и самое главное что этот ценник зачеркнут то есть там идут скидки которые мне кажется будут постоянно и она стоит 1 миллион 500 тысяч то есть за полтора миллиона вы возьмете вот такой огромный автомобиль вот этот чемодан вообще вот если так подумать ну я по крайней мере не вижу вообще у него никаких конкурентов и ни одной машины не сможете купить за полтора миллиона вот именно такого класса если вы знаете что можно приобрести за эти деньги новое напишите в комментариях когда ты попадаешь за руль этого автомобиля черри тига 8 кладешь на рулю вот так вот руку ты не понимаешь сначала что ты попал реально в китайский маронов китайский автомобиль потому что здесь три монитора три монитора ребят вот это вся прострочка все линии они выполнены как в каком-нибудь с классе да можете посмеяться на самом деле здесь качество отделки вообще и сам вот этот дизайн интерьера он он реально уже такой прям сочный он сочный на самом деле все вот эти крутилки все выполнено как в каком-нибудь дорогом мерседесе который стоит извините меня там где-то в районе пяти шести миллионов это только начальная цена убираем руку хоба ты сидишь в черри тига и ты офигеваешь что вообще сделали китайцы у нас здесь три монитора начнем с самого вот этого маленького это монитор который отвечает за климатику да здесь есть такой момент что тебе неудобно будет включать обдув там допустим направлять на себя и циркуляции воздуха в самом салоне но я не думаю что каждый день ты будешь там щелкать эти кнопки потом поднимаемся вверх видим здесь основной монитор который отвечает там за камеру заднего вида за камеру которая 360 все показывает здесь тоже очень много всяких опций разбираться в них это надо потратить огромное количество времени самое главное здесь есть короче функция такая опция программка ты можешь подключить телефон планшет неважно это будет все уводиться на этот монитор то есть вся картинка с монитора с планшета там не за из телефона картинка который быть там дисплее она будет показываться здесь потом идем дальше самое главное это у нас монитор который отвечает за панель приборов здесь все предельно понятно отражается вообще все параметры машины то есть если что-то будет какая-то неисправность или что-то будет там творится за бортом я не знаю наводнение здесь все это будет показываться потом если посмотрим на кнопочки которые здесь их не так уж и много потому что все как бы спрятано сделано так аккуратно то вот эти вот кнопки относятся к магнитоле здесь прибавление убавления звука прибавлять мы не будем а то мы опять словим бан за ap они напоминают чем-то чем-то пианино клавиши пианино не знаю но любители конечно мне зашли по крайней мере потом самое интересное заметил здесь почему-то есть всего лишь два режима это режим эко и режим спорт почему нет какого-то среднего не знаю почему китайцы не сделали но будем довольствоваться тем что есть мы его наверно думаете чё китайцы там должен где-то они накосячить должны же они где-то облажаться ну да есть тут такой момент когда откидываешь козырек открываешь зеркальце я нигде не загорается никакая лампочка у тебя нет подсветки вот этот косяк здесь наверно скажите куда тогда классе телефон когда у тебя здесь такая панелька здесь вот есть вот такая выемка куда вы можете положить абсолютно любую мобилу там я не знаю даже меня свой древний сегодня даже не стал брать не стал позориться сюда можно даже какую-то огромную лопату засунуть то есть предусмотрительно сделали подлокотник здоровый в котором 2 usb выхода и розетка 12 вольтовая управление зеркалами заднего вида все здесь есть в общем все гармонично сделано я бы не сказал что здесь по натыкам ничего лишнего нет здесь сейчас еще такая идет тенденция используется минимализм вообще проявляется в автомобилях в автомобиль строений то есть не хотят натыкивать всяких вот этих регулировок каких-то кнопочек там вот крутилок пытаются сделать все вот на мультируле допустим основное управление ну и здесь основные это типа как там управление магнитолой и управление там климатикой все подходят вот как раз к этому и неважно кто это там немцы или там китайцы еще друзья давайте проверим как он едет вообще как ведет себя подвеска еще такие дебри забрался как обычно я думаю 99 процентов людей вообще просто не полезут на такой машине в эти дебри испытывать по крайней мере как он будет ехать едет он нормально двигателя хватает коробку ведет себя вариатор ведет себя отлично момент такой есть что ты чуть чуть больше нажимаешь на газ и машина пытается сорваться в бокс сейчас вылез залетим по кочкам попрыгаем вообще он проглатывает абсолютно все неровности по крайней мере передняя его часть и какого-то дискомфорта ты не будешь наблюдать а что касается задней части когда ты едешь на скорости она немножко начинает немножко начинает так подпрыгивать но во первых никто не будет кататься вот по этим буераком на скорости не только такие маньяки как я чтобы испытывать эту машину нестандартной ситуации в целом подвеска отрабатывает все очень хорошо и каких-то явных недостатков я не выявил по крайней мере для себя есть только есть опасения что за переднего привода мы где-нибудь засядем но еще раз повторюсь машин для города по большей степени и большинство людей его используют вообще ведь так вот если присмотреться полный привод используют люди ну не знаю один-два раза в год это максимум так что этот дискомфорт из-за того что у вас нет полного привода вы особо ты даже не ощутите что любители колеса если вам покажут самое главное превосходство китайских автомобилей но другими производителями мы открываем эту дверь и видим здесь чистый порог чистый порог который поможет нам не замарать наши штанишки корейцы учитесь и китайцев они уже переплюнули вас ну что любители колес подвинем итоги что мы получаем за полтора миллиона мы получаем цена-качество потому что за такие деньги с таким качеством вы не сможете купить ничего это сто процентов как эта машина будет себя вести в дальнейшем покажет только время и как люди будут ее эксплуатировать то есть все что там будет с ней происходить мы это обязательно узнаем от других людей от новых владельцев этого замечательного автомобиля в общем на этом мы заканчиваем ставьте лайки подписывайся на канал пишите в комментариях с чем сравнить эту машину и какие у нее основные конкуренты а я с вами прощаюсь до новых встреч